Региональный МЧС сообщает, до 31 июля по югу Ульяновской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В условиях сухой и жаркой погоды возникает опасность природных пожаров и гражданам рекомендуют избегать разжигания костров в полях и в лесах. Актуальную информацию о пожароопасном периоде узнала моя коллега Ирина Шмагова. Больше 20 лесных пожаров в этом году ликвидировали на территории Ульяновской области. Главные причины, по которым страдает лес, жаркая погода, сухие грозы и неосторожное обращение с огнем. О том, какую работу сегодня проводят специалисты и как каждый из нас может сохранить лес, мы поговорим с исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области Натальей Аюкаевой. Наталья Станиславовна, доброе утро. Доброе утро. Лето выдалось по-настоящему жарким, осадков мало. Стало быть, лес в опасности? Да, лес в опасности. Он в опасности в отношении тех погодных условий, которые сложились на территории нашего субъекта. Действительно, засушливая погода, долгое время нет дождей. Но я хочу сказать, что лес под надежной охраной государственной лесной охраны наших лесных пожарных и с помощью МЧС Российской Федерации он все-таки находится в надежных руках. За последнее время у нас 22 лесных пожара на территории области произошло. Площадь лесных пожаров 205 гектар. Количество лесных пожаров меньше, чем в прошлом году. Знаю, что своевременно выявлять пожары вам помогают современные технологии, не так ли? Да. Время не стоит на месте. И чтобы выявить лесной пожар, помогают, конечно же, нам современные технологии. Во-первых, это спутник, это ИСДМ, система, которая наблюдает лесные пожары с помощью спутника, который летает. Он нам обозначает все термоточки, которые возникают на территории лесного фонда. А в последующем и площадь лесного пожара он помогает нам определить. Кроме этого, сейчас все у нас пожарные автомобили оснащены рациями. Это и стационарные рации, возимые рации, носимые рации. Кроме этого, мы применяем квадрокоптеры. Активно сейчас ими пользуемся. Они у нас есть на территории каждого лесничества. Люди обучены, и они нам очень помогают и обнаружить, и потушить лесной пожар. Какую работу проводят специалисты министерства и лесники, чтобы предотвратить пожары? В настоящее время, чтобы его предотвратить, у нас осуществляются патрулирования лесных участков, обозначены маршруты патрулирования. И когда пятый класс пожарной опасности, мы увеличиваем количество патрулирований до трех патрулирований в день. Когда класс пожарной опасности меньше, соответственно, это два патрулирования в день. Проводим разъяснительную работу и с населением, и со школами посредством посещения образовательных учреждений. У нас есть школьные лесничества, с которыми мы активно работаем. И проводим разъяснительную работу с людьми о том, что им необходимо соблюдать все меры пожарной безопасности в лесах. Кроме того, у нас сейчас объявлен особый противопожарный режим, который не допускает посещения граждан леса. А вот сам лес каким-то образом подготавливается к особому противопожарному режиму? Да, лес тоже подготавливается. Ну, во-первых, он вообще подготавливается к противопожарному сезону. Это и опашка. Его происходит обустройство Минполос. Это и установка шлагбаумов, и установка аншлагов. А когда вводится особый противопожарный режим, то дополнительное патрулирование на тех дорогах, на тех местах, где осуществляется въезд в лес, чтобы предотвратить проникновение и техники, и людей в лесные массивы. А сколько специальной техники задействованы сегодня, и сколько людей оберегают лес? Ну, на сегодняшний день у нас существует УГБУ пожарная безопасность, в которой штатная численность людей сейчас – это 230 человек, которые участвуют непосредственно и в патрулировании, и в тушении лесных пожаров. Кроме этого, мы привлекаем силы арендаторов. Это порядка, по соглашению, это порядка 400 человек, которые также нам помогают и патрулировать леса, и тушить лесные пожары. А как каждый из нас может защитить лес? Каждый из нас тоже может защитить лес. Это, во-первых, не разжигать костры в лесу, не оставлять горючие материалы, не допускать сжигания сухой травы и вокруг своих домов, и вокруг своих садово-товарищеских обществ. Кроме того, если увидели какое-то возгорание в лесу, то нужно незамедлительно сообщить в нашу региональную диспетчерскую службу либо по телефону 112 общему в МЧС. Есть наша региональная диспетчерская служба, телефон 46-91-27, и по звонку будут примены все меры по локализации данного пожара. Наталья Станиславовна, знаю, что в прошлом году у нас была проблема с шелкопрядом. Что сделано в этом? Да, проблема с шелкопрядом у нас была в прошлом году. Очаги шелкопряда у нас остались по результатам обследования и на 2024 год. В настоящее время мы провели борьбу с шелкопрядом на площади 8200 гектар. Обработку мы провели на территории Старокулаткинского района, Сенгелеевского района, Ульяновского района и Теренгульского района. Провели обследование, какова же эффективность борьбы с шелкопрядом совместно с Федеральной структурой Центра защиты леса. Эффективность борьбы с шелкопрядом у нас хорошая, 80%. И мы будем надеяться, что мы промониторим и дальше очаги шелкопряда. И если они еще не все подавлены и остались, То мы и в 2025 году продолжим борьбу с шелкопрядом И избавим лес от данного вредителя. Наталья Станиславовна, спасибо вам большое и хорошего вам дня. Спасибо, спасибо. И вам хорошего дня.